фаленопсис конечно классика среди орхидей с них наверно все начинали но я представляю вот видите поля какие в обморок некоторые падают кто действительно любит эти орхидеи ну вот на видео она немножко не такая она более такая к чернилам наверно и светлее искажают сколько их тут цветущих разных если действительно красивые вот я теперь тоже уже отличаю линопсис азиатские и от гибридов которые продаются у нас но голландские вот интересный как он такой сизый сизый цветочек наверно какой-то там или видовый в общем но я же в них не разбираюсь сейчас название найду blue grey голубой серый что-то такое есть интересный цвет их тут много все цветут фаленопсиса много у них сейчас цветет наверно сейчас и сезон у них цветение такое а вот какой интересненький звездочки их тут много таких звездочек и листья у них не такие как вот до этого проходили таки более узкие финансы им похоже какой-нибудь как это я пробегаю уже после в конце зала этого самого большого где в основном фаленопсиса самое большое количество выходу эту вот они все эти рыжие цветут и есть у них конечно и обыкновенный фаленопсис но я имею ввиду гибриды разные на данный момент их не очень много она бывает их очень много какой красивый но это я название не знаю специалисты скажут кто занимается именно фаленопсисами так они там определяют мне так кажется все одно и то же иногда так цвета там есть такие маленькие отличия то так и не узнаешь белый какой красивый большой полки пустые стоят там обычно тоже всегда много цветов наверно в период карантина людям было нечего на первые три недели все поубирали порядке дома понаводили а потом орхиды и покупали во сколько красивых и длинных цветоносов так что тут у них еще есть и все туда он сейчас дорога вперед на выход 20 минут уже заканчивается и наверно уже давно закончилась а тут и башмаки вам есть такой винный красивый цвет такой яркий насыщенный а а еще один тут есть его сразу и не заметила цветочек поменьше зато цветонос какой длинный ползучий такой наверное у него цветение несколько цветов так цветочек отцвел дальше цветет револьверная спаде и у меня тут все слова забывается вот вошла я уже в зал в котором на выход надо идти тут очень удобно везде когда походила этот зал уже когда идти надо на выход тут по дороге не забыть что надо можно купить для орхидей и и кора и горшки и все что хочешь там так и тут много котлей с другой стороны и что-то я котлет цветучих вообще не наблюдаю вижу он сойдем на ве он цветет мой уже цвел вот какой-то котле и нашла как они растут во мхе вот я заметила есть такие котле и которые пока мох у них там не нарастет счастливыми не будут плохо себя ведут не хотят расти а как только появляется на поверхность вот урезом и мух и сразу недовольны ну люблю я такие пятнашки но это как-то меня не впечатляет он поближе как хорошо не растут а я еще у азиатов видела у них в теплицах там такие мхи в горшках ну вот она во мхе и с цветоносом с каким хорошим солнце видать слишком много тоже получает можно во времена крылья вместе как пожелтели у меня тоже такие дуны есть так вот ее зовут я думала на красивее в жизни так я извиняюсь уже рука болит снимать держать пальцами там нету туда-то туда цветонос хочу просто показать во мхе как они растут котлей много цветоносами с чехлами но светущих особо я не вижу вот прилавок принадлежности для орхидеи горшки разные разных диаметров и пластиковые темные пластиковые прозрачные и кора отдельно и субстрат уже там собраны отдельно а вот вот эту штуку может кто-то помните когда начинала только заниматься то тоже это даже такой кусок у меня думаю валяется в пересадках иногда старых старых нахожу кусочки подкладывала подрезом кстати в ней очень хорошо растут орхидеи если нарезать кусочками от кому нужна влажность и чтобы высыхали воздух был просто супер растут туда но единственная потом проблема пересадить их сложно тут уже корни приходится или драть или как-то и кора пробковая есть все тут есть сейчас посмотрю надо там купить все это просила подвесы и мне тоже надо эндробиум папилио вот я хочу тоже надо не забыть захватить с собой сейчас пробегусь еще там я глянула пока очередь мои растения стоят ждут меня когда я приду заплачено там впереди меня еще люди от мой папилио после морозов не очень хорошо себя чувствует после заморозков куплю такой малыш он будет конечно возрасте тени 23 года но вот это какие-то малышня все много их тут разных а вот вот что-то цветет бог какая красота конечно красивая а он еще одна очень похожа на более светлая доспежишь все так получается плохо ухты сейчас узнаем как ее зовут тоже губа такая вся яркая это более нежный цвет мне так вот нравится для него обе красивые очень похожи о разное тело тока питали и сипали так что-то стало гляну как ее зовут а эти горшки это горшки из которые приходят из азии такие горшка как транспортировочные ванхе они такие неустойчивые только в этих палетах они стоят хорошо сейчас это наверное свежий импорт это наверное свежий импорт и еще не успели поставить их в продаже надо же так а это похоже на хабинарию точно точно она ботвой похоже на рундину очень похоже цветочки только разная рядышком тут черноволосик цветет а мой только с бутончиками тут у них еще много есть такие растения которые но совсем не относятся к орхидеема типа бегом и вот такое тоже можно купить сейчас еще выскочу очередь моя еще не подошла пафов сколько ого какой-то но он уже почти завял но не почти нуля нет он красивый бутон назад он с бутонами других много вот мне пофы нравится я у других смотрю с удовольствием но мне как-то они я свой конколор отдала остался один фрагмипедиум не знаю зацветет если впечатлит то останется и зацветет тут уже не останется о какой морда вот красивый цветочек листья мне у них очень нравится какоши лириан как я не люблю так вот бегать в попыхах когда времени мало искать искать то что хочется купить а вдруг что-то пропустится и я не куплю мне кажется у них тут много растений которые новые еще на сайт не выставлены на продажу да вообще-то по всех теплицах есть в продаже есть приедешь а на сайте нету как раз тоже ты ищешь и часто так бывает вот впереди вижу вот это сто процентов свежий импорт который укореняется шамбурки ух и лошадки нравится мне такие крупные растения пока летом то нормально а зимой куда их впихнуть наверное сантиметров шестьдесят все с новыми ростами укореняются вот эти добылые высокие какие да очень высокие а если разрастается то таких пять-шесть бульб ну кустище хороший вкус смородины будет так я смею и сравниваю вот это какая-то новая вот такой на сайте я точно не видела или пропустила ну что-то новое надо будет дома глянуть уже как оно цветет тут даже некогда вот посмотреть в интернете что как цветет а вдруг оно мне надо а в таких горшках у меня уже есть одну дубликат уже купила слава богу было кому ее отправить опять дубликаты покупать дубли не хочется вот это такие похожи как у меня не буду дома гляну остановлю что я снимала вот тут выращиваются орхидеи в швертере которые потом делают заказы и получают вот еще чего-то много так котлейка так и стоит красивая хотелось бы какую-нибудь котлей купить такую но ну такую такую уже такую уже такую есть хотелки но тут их точно нет вот это слоняра какая-то водит мадам крупная жалко что нету вот у них образство цветения сразу же подстоит вот этих мадам лоточек и фотографии цветения как она цветет можно было не только на сайте на сайте на сайте они иногда указывают иногда не указывают но так вот хорошо было бы сразу было цветение это все так так вернусь я покажу еще вот фаленопсисы хочу взять конечно себе папилио разглядываю грядки но это молодые растения это какие-то молодые какие-то ну вот если покупать сеянцы или не сеянцы вот так вот они выглядят вот так выращивают папилио надо взять вышло я уже хотела все оплатить и уйти но там опять люди поэтому я сейчас покажу у них последние по моему три года заходишь раньше было впереди там орхидеи на рецепшене а сейчас они сделали еще на рецепшене дополнительное помещение где там декорации красиво тоже с орхидеями подсветка сувениры часы в общем все 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 а это уже перед самым выходом из этой комнаты самой большой из этого зала самого большого уже тут еще тоже как бы декорации какие то еще растения два шага и я уже возле кассы пока там моя очередь не дошла поснимаю тут что-нибудь какая-то камбрия огромная ну камбрия гибриды ой какой холёсенький а вот какой красный тоже пластиковый но тот красный в том помещении в том зале был огромный вот это листья как уши какие-то блин сейчас пойду прошу что это такое нету ничего узнала оказывается это сенсивьера я такой ни разу и не видела и очередь моя еще не дошла побегаю еще котлея какая тут красивая как ее зовут три вопросительных знака это гибрид наверное какой-то вот такая высокая стройная козочка цветы очень красивые чьи-то мне напоминает не очень крупные ну и не мелкие так это тилкам камбрии разные анцидиумы разные аленопсис из разных вот какой блин уши повесил уже это наверное какая-то энциклия ага вот вот это желтая камбрия сколько я порываюсь раз ее уже купить и не доходит ход они же очень крупные так как ее зовут просто камбрия ну она не просто камбрия у нее сто процентов есть название я точно знаю вот этих всех крупных цветковых гибридов у них все есть именно ну с ладошку бурдоку даю пока думаю от кого с кем расстаться чтобы себе потом такое взять но будет сто процентов обожаю вот такую зелень папоротники очень люблю ну вообще тут только у них столько красоты еще бывает ну во всех теплицах есть вот еще растения не только орхидеи боже какие листья какие листья ну что ж это такое драгоценные драгоценные бегонии надо же первый раз такую вижу это наверное из тех которые декоративно-лиственные есть же цветочные цветущие а есть декоративно-лиственные и есть же такие фанатики как мархаманы собирают тоже разные бегонии и гибриды их тоже какая красивая ой как жалко что у меня места для такого нет она же теплолюбивая зимой у меня а в квартире ее не поставишь очень сухой воздух так сейчас еще туда вперед и обратно и на выход я думаю что очередь моя подойдет много у них очень таких молодых растений сеянцев или до светения два три и четыре года но такого не хочу взяла я себе дым буду опять выращивать до цветения но с дендрами мне легко и просто их много и пока какие-то цветут те которые должны дорасти будут дорастать так носилку какую-нибудь точно сейчас еще себе возьму я обожаю тилансии с ними так легко и просто куда-нибудь в окно среди там орхидеи или вообще просто растут себе украшают декорируют вот эту возьму она уже с бутонами и вот эту большую точно тоже надо будет взять захватить такую муж какую-то выбрал в зал еще там уже на рецепшене лежит ее только оплатить надо вот а вот это она с корнями ух ты и кончики как у орхидеи зеленые надо же так ну вот очередь на ядник еще не поношла а я покажу тут вот зал это наверное костюмы привода тут которые декорации все и часы и подслежники и вазочки и все какие-то статуэточки несколько тоже залов украшенные тоже с орхидеями как красиво тут все смотрится и другие растения тоже всякое обожаю вот такое из дерева всякие поделки в общем занялись они еще вот таким направлением какой красивый фаленопсис нравятся мне вот такие тона какой-то пастельно-розовый светло-розовый папоротник какой внизу есть у меня такой кстати на блоке растет это здорово растет ой ну это очень красивые цветы такие большие крупные да фаленопсисы конечно классика даже в декорациях их везде используют куда ни не глянешь везде фаленопсис даже пластиковые их делают цветы божечки какое оно красивое это полосатая в пижамке это фрагмопедиум наверное с такими усами бромелии наверное вот это цветущая вон еще какая растительность какая красивая а во какие шарики что ж это такое ой это пенопласт это искусственная фаленопсис желтый красивый да все таки классика на столах везде их ставят на окнах везде в разных офисах везде эти фаленопсис но используют как одноразовое поставили от цены выкинули купили это такая участь в этой красоты которая долго цветет неприхотливая сколько еще всяких залов тут и сумки и ручки в общем тут столько всего тут походить по орхидеи сначала поразглядывать а потом тут столько всего какой интересный кактус наверное это такой с ягодками не ягодками или это цветочки непонятно что название не вижу но это декорация наверное все таки вот ягодки но колючие если это ягодки я в кактусах тоже ничего не понимаю нравятся они мне но я их боюсь особенно когда цветут сколько всего много сделали раньше покупаем не было сейчас тут много очень людей которые покупают подарки куда-то там на юбилее на день рождения в коленапсе с красивым то есть не только орхидеи покупают ну и можно купить за эти так мимо проехать на как бы удобно или так заработок не красиво сейчас все что хочешь наводится камера красиво смотрится полиноплес среди вазочек свечечек а вот какой красивый я в зале такого не видела он не голубой но что-то близко к голубому листья какие глянцевые цветоносов сколько вот как зацветет такими цветами шапка ну шапки не будет но вот много ой очень интересно действительно как он красиво смотрится вот среди вазочек вот в декорации здоровски ох красивый да все больше и больше понимаю красоту фаленопсисов но я то их и понимала но вот так раньше нет тилансии тоже тут всякие суккулинтики и дендру подошла моя очередь всем пока пока пошла плачевать и ехать домой 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 到 с домой домой Продолжение следует...